побежали все побежали смотрите уже что-то хватает вот так вот здесь все расставлено такие вот дыры а там только members они все бегают носятся посмотрите смотрите на них только что был короче прикол сапочка джуси петель смотрите какая классная нужно взять я с пакетом я не беру моего макарита никогда раньше брала но неудобно в общем сейчас стою в очередь за мной стоит уже какой-то такой вот хаити короче стоит такое значит включает какую-то порнографию на всю громкость нормально вообще первое впечатление у меня отлично от этого магазина стоит мужик задний смотрит просто порнографию рядом сидит ребенок это вообще нормально как такое вообще возможно здесь одежда здесь и сразу же видите что-то все перемешано не знаю они все туда побежали видите здесь не так много бина в принципе сумки есть много кто-то написал мое самое первое видео когда я сняла нас на свалке а вы снимаете вообще на воплоге там меня нам цели рассказывайте хорошо снимаете типа ни о чем я лучше пойду к Ольге так идите хоть куда хоть к Ольге хоть к Катьке вот почему вот не нравится людям нужно вот нужно написать какое-то знаете обязательно обязательно какой-то негативным есть такие люди вы знаете негативные конечно давно мне можно не обращать на них внимание но все равно я почему-то на них до сих пор обращаю внимание не нравится приходи мимо тебя же никто не заставляет там что-то смотреть или все что-то нет нужно написать вы такое ге а она такая-то и не нужно меня ни с кем сравнивать я не пытаюсь никому подражать или еще что-то потом такие комментарии были про другую женщину которая снимает уже на свалках смотрите какой коучка шлетчик только он здесь немножко по это потертый что же они там писали про Ольга да ее зовут мне кажется девушку которая тоже занимается свалкой вы говорит пытаетесь ей подражать что-то такое осень какая прикольная сумочка но говорит у вас не получится зачем вы знаете такое но видимо у меня было какое-то похожее название и они написали что я пытаюсь ей подражать вообще-то кто не знал как пользоваться YouTube когда вы пользуете названием от названия очень многое зависит просто посмотрите как YouTube работает и я говорю у нас в стране вот посмотрите сколько народу еще рано здесь очень много кто занимается ресейлом очень много кто занимается ресейлом это очень популярный здесь бизнес кто-то занимается это как full time кто-то занимается как как я допустим по выходным езжу что-то из сюда потому что мне это нравится кто не знает я начала этим заниматься когда был карантин сначала я продала свои вещи потом я узнала что вообще от американских блогеров не от русских что люди занимаются что они покупают вот подержанные вещи до этого я даже понятия не имела что такое вообще существует что люди вообще покупают знаете что-то я кстати перчатки своими они все закончились нужно купить перчатки к этому отелю осталось и со мной не захотела ехать кстати кому я сейчас нахожусь вообще в Сарасоте это не мой местный не моя местная помойка это помойка в Сарасоте в этом кстати в как он называется который форт майерси там большой дистрибьюшн центр там намного больше всего здесь непонятно сумки какие-то башмаки тоже какие-то странные от фирмы пакет мы сейчас везде пороемся с вами конечно же сковородки пожалуйста кому нужны но это все вчерашнее поэтому они подъезжали в то другое место потому что там новое что-то вынесли золото бриллианты не золото бриллианты поэтому я никак вообще не стала начинать свой там канал еще что-то после того как я посмотрела Ольгу нет у нас совершенно другая история Ольгу я уже потом нашла она у меня выскочила потому что они видимо Лис Кларбон но она не продает не продается такая фирма поэтому нет смысла ее брать но она хорошая кожаная сумка кстати хорошая кожаная сумка так пришел мужик какой-то рядом роется такой громкий прям вообще вот поэтому вообще никак просто я к ней не отношусь вообще когда я первое видео на свалке снимала которые там кто-то написал что она ГУГЭ возможно оно и ГУГЭ я вообще его не хотела выставлять потому что мне как-то было не знаю думала кому интересно как я ковыряюсь в каком-то мусоре потом понимаю это какая-то винтажная сумка потом поняла потому что меня самой интересно когда другие ездят и тоже как будто вместе с ними как будто вместе с ними ходишь что-то мне на самом деле интересно кстати я в маске кто-то без масок но я могу маску в принципе снять у нас во Флориде сейчас такое разрешили но я все равно в таких публичных местах где много народу я в маске нахожусь я не хочу рисковать смотреть какой красивый качата класс так ничего пока я не нашла JC что такое это чьи-то инициалы или это магазин JC Penney JC Касим со мной здесь все не нужно как вчерашнее видимо кстати помните я нашла ковбойскую шляпу я ее продала за 20 долларов буквально через неделю так давайте посмотрим что вот здесь вот в этих а здесь всякое стекло но сюда сверху идти туда накидал одежду это так понимаю из магазинов обычный кодвилл сюда видите привезли так сколько здесь вообще паунс стоит паунс здесь стоит доллар девяносто девять если больше двадцати пить и набирать это будет доллар пятьдесят девять стекло стоит пятьдесят центов за паунд так что это у нас мэйдин америка нью-йорк что там написано не знаю посуду я как-то пару раз брала но у меня она никак не идет Japan Imperial Goals ну и как красивая кружечка там кстати от этой кружечки я вижу вот там есть блюдце еще вот поэтому я Made in Japan тоже видите возможно что это что-то продается хорошо но я говорю я пыталась у меня как-то это не идет поэтому я даже не хочу больше складировать этого потому что у меня дома уже этой посуды в принципе кример даже непонятно что написано то есть найти здесь можно много всякого интересного у нас есть какая-то я помните находила какие-то тарелочки вот такие вот японские какие-то чайнички это все мы для себя оставили я даже не пыталась как-то продавать или еще что-то что-то я пыталась но это продается для меня потому что я в этом не разбираюсь в этом нужно разбираться это нужно все смотреть учить как говорится вот Япония сделана но у меня нет на это времени вы знаете что я учусь в колледже я сейчас учусь вот чего я сейчас учу они какие-то новые свои как сказать находки доски какие-то непонятные мне нравится что они здесь вот так вот расставлены и нет такого что найти нападают люди как в том нашем гудвиле как стадо диких обезьян вот здесь у них тоже своя какая-то мафия здесь тоже есть и креолы здесь есть и американцы простые а вот там в прилавке что-то более дорогое лежит я так понимаю так что здесь помните была такая камера поларует но он такой очень-очень старый но вряд ли что он еще работает поэтому мы с ним связываться не будем кассеты всякие какие-то не попросила если я найду снова знаете это как он называется по стенке купите у меня была такая сумка помните давно я находила такую же только цветную и она была цвет новой с этикеткой это сделано в Колумбии они дорогие сумки и она у меня хорошо продалась поэтому я ее возьму эту сумку со мной которые в такие магазины они спрашивали как ты знаешь что и как допустим в фирмах я не разбираюсь я сначала говорю когда я начинала я тоже в фоне приехала в магазин и скупила просто абсолютно все и это у меня до сих пор лежит то есть сначала конечно ты не понимаешь не разбираешься потом ты со временем как в любой работе мне кажется к тебе приходит как сказать знания что ли это у нас знаете кто это Майкл Курс он был 18 долларов на этих сумок уже знаете сколько знаю вы знаете сколько у меня уже вот то есть со временем когда вы этим занимаетесь вы уже начинаете понимать что как и где спрашивать что ты ищешь я ищу я вам показывала свои находки что-то в дизайне что-то винтажное что-то быстро продается со временем я уже понимаю что быстро продается у меня у всех по разуму классно у кого-то допустим это продается а у меня не продается То есть я знаю, что у меня уже продается. Курточка какая, тяжелая, вижу, что-то одежда. Прямо в этом клубе есть классические левайсы. Видите, они прямо из-за этих будвилов сюда все завезли и сбросили. Так, бинов много, смотреть нам много, так что смотрим. Что здесь у нас написано? Фей какой-то. Стар Ворси, старые немножечко. Эти стилы ждут, когда новые бины будут вывозить. Это кто у нас? Wonder Woman. Батюшина какой-то. Короче, пойдемте поговорим за тех, где всякие такие вот штучки. Туда вдаль, в общем. Здесь у нас басмачный отдел. Что интересное здесь? Massimo Supply. Это неинтересно. Тоже неинтересно. И, кстати, очень, если вы хотите этим заниматься, очень также помогает смотреть видео других людей. Офигенный сапог. Куда классная. Где второй такой? Фирма Sperry Talk Slider. Так, это второй. Сейчас я хочу в сторонку обойти и посмотреть. Они, кажется, очень хорошего качества сапоги. Нереально крутого качества. Сейчас я хочу посмотреть. Я уберу их все в сумку. Вы знаете, когда у меня есть шуйка такая, я чувствую, допустим, что это фирма дорогая. Я даже не знаю, у меня такое присутствует. Интуиция, что ли? Я не знаю, как это называется. Очень помогает посмотреть видео, что продается у других людей. Что другие люди находят и что они продают. Смотрите, что я нашла. Карл Легерфилд, Париж. Нифига себе. Берем, 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 берем. А вот, кстати, вот стоит. Это он смотрел порноску. Это он. Извращение с местностью. Я чувствую. Смотрите, какие кроксы. А интересно, кроксы продаются, они не дешевые. Нет, нет, нет. Люди с поездок приезжают с сувенирами с какими-то подарками, а я с священником со свалки. Ну, ничего сразу. Мне это нравится, вы знаете об этом. Что я хотела сказать? В общем, многого я не знаю. Что-то я уже знаю за год, чем я занимаюсь, да? Очень помогает смотреть видео других людей. Поэтому, если вы этим занимаетесь, смотрите, что другие люди находят. Что у других людей продается. Это очень важно знать. Made in USA. А где фирма этой шляпы? Она просто Made in USA фирма называется. Она новая, хорошая качество. Еще какие-то хорошие сапоги мы нашли здесь. Тоже кожаная, отлично. Отличная кожа просто. Что за фирма? Фирма здесь у нас где-нибудь есть. Вот фирма у нас. Эрис какой-то непонятный внутри. Снаружи вроде бы офигенная кожа. А внутри... Сейчас, кстати, не сезонно. Все равно я взяла. Я их тоже возьму, отложу. И потом мы с вами в сторонке пойдем смотреть и отбирать. Что мы берем, что нет. Хорошо, я решила взять телегу. Потому что здесь есть возможность с телегой... И никто тебя не толкнет, ничего не заберет. А там, вы знаете, где я? Там, если вы телеги свои сбоку где-нибудь прячете... Эти дикие обезьяны, они могут просто напасть и все забрать у вас. Так. Вот снова эти башмачки Дэнско. Это в хорошем состоянии. Мы нашли второй, вы представляете? Он немножко побитый, но мы его возьмем. Но он не лучшее состояние, чем у тех были. Я вам говорила, что если вы найдете такие... Вот такая фирма Дэнско. Это у нас в Америке в госпиталях работает. Обязательно берите, потому что они продаются за дорого. За дорого? За 50 мы с вами за 40 сможем продать. Ну, как за дорого? Относительно. Так, я вижу еще хорошую башмачку. А почему это все лежит и почему это... Мне интересно знать, никто не берет. Ну, это не то. Не то, что я подумала. Видите, у них так в отдельных кабинках. Ладно, стекло, но зачем тряпки так положить, я не понимаю. У меня здесь некоторые смотрят, что я хожу снимаю. У них, видимо, здесь нет таких, которые ходят, строятся и снимают. Вы попросили меня не называть на помойке. Скажите, как мне называть это место? Second hand? Second hand все равно здесь как бы... Second hand для меня это обычный goodwill, либо 3 store, где ты просто приходишь на вешалках там подержанная вещь. А здесь реально все лежит вот в такой куче, и тебе нужно рыться. Поэтому посоветуйте, как меня называть по-другому, чтобы всем было приятно слышать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok